И те бои, челленджи, которые мы с вами наблюдали, тоже классные. Здесь, конечно, тяжело искать эмоции после изумительного совершенства красоте поединка Зонтека Корниева, но это тот бой, который хочется посмотреть. Да, внимание на ринг. Вот из зала Александру советует держать руки повыше, но имеет смысл, конечно, этот совет, потому что по-прежнему низко опущена левая рука Александра. Это ему уже не раз служило плохую службу. Видно, что Константин более заряжен. Он так акцентирован очень. Александр правой прямой бросил, попал четко в нос. Интересно очень стойко. Вот Константина такая размачистая. Ну, не широкая, но при его мощи, в принципе, есть. На это все основания. Такая даже больше борцовская. По касателям хорошо, поэтому не сильно потрясло. Что это было? Интересно в исполнении звукорежиссера. Музыкальный подарок, видимо. За это по голове бьют. За такие музыкальные подарки. Раз, два, три. Хорошо попадает. Александр боксирует очень хорошо руками. Он ногами мало работает. Вот руки у него очень быстрые. Единственное, что меня немножко удивляет, вот в боксерском стиле Александр, он работает больше как легковес, то есть как темпер. У него очень много град ударов, то есть он не заряжается на один удар. Ну что, и вот будет сейчас переводить в партер. Тот вопрос, который волнует многих, поскольку Саша в партере очевидное преимущество. То есть колено очень хорошо прошло у Константина по селезенке Александру. Ого! Обратите внимание, как и гематома там уже наливается. Да, я, кстати, даже этот удар не заметил. Видно, видно, колено. Ох, поралый боковой, прошел. Да что такое-то? Александр с ним... Вот, по полной встрече сам! Прошел! Прямой, прошел! Ну, Константин не привыкать зарубаться, в общем-то. Он кик-боксер, тайский боксер-ударник. То есть тут, конечно, вряд ли это способно его сбить с настроя. Но у Александра тоже тяжелейшие удары. Размен. Точего ждали? Еще попытка по печени крючочка такого запустить. Ну, да, даже если Константин не планирует нокаутировать печень, то, по крайней мере, Александр опустит руки. И это откроет голову. Ну, это классика, в общем-то. Это классика, учитывая то, что он еще и ногами... Смотрите, Саша, в принципе, еще успевает, успевает хорошо уворачиваться от пущенных атак. Хотя, насколько, насколько ему это сейчас выгодно? Ну, и тут решать самому Саше навстречу. Раз-два. Сопер-код прошел голову Александра. Пока бой равный, мне кажется. Сечка у Александра, если не ошибаюсь, небольшая. На правой брови. Да-да-да, но не страшно пока. Потекла кровь. Три минуты первого раунда прошли. Аж дыхание захватывает. Очень плотный бой. Пока, заметив стойки, все, Александр не торопится переводить в партер. Может быть, думает, что всегда успеет? Тоже верно. Нет, ну, Александр действительно неплохо боксирует. Тут у него есть шансы закончить бой в стойке. Вполне. Мы видим, что проходит. Вот сейчас пошатнулся Константин. Да, и смотрите, Константин начинает промахиваться. Сейчас уходит обратно в высокую стойку. И Александр вынуждает двигаться. И двигаться довольно много. Как думаете, Дмитрий, дойдет до третьего раунда делом? Думаю, что нет. Почему? Согласен. Потому что. Потому что он был уже в первом раунде. Много пропустили и много попали. И тот, и другой. Ох. Как был удар. Зачем перекрылся хорошо. Константин ударил. Так называется, без пармонии. Вот то, что Александр и Драйдер должен ждать. Вот и по порядку. А сейчас может быть удушающий. Ну, хотя нет, здесь уже нет. В этой позиции. Головой в середину. Так можно было через руку, в принципе, попробовать. Да, да, да. Но упустил момент. Можно. Но у Александра здесь все возможности, поскольку соперник, безусловно, знает, как работать. В партере физической силой очень немаленькой обладает. Но ему это невыгодно делать. От 30 секунд до конца первого раунда. Здесь в своей стихии Александр. Сейчас будет попытаться прихватить ногу. Да, поприхватил. Ну, уже вспотел соперник скользкие ноги. Сложновато. И зрелище будет продолжено. 20 секунд до конца первого раунда. Тем интересней. 15 секунд. Александр потирает глаз, ему кровь немножко заливает. Ну, плотный, очень плотный раунд на равных. Попал правый боковой. Александр выставил. Вы знаете, по первому раунду поединок получается пока, ну, примерно ровный. Нельзя здесь однозначно кому-то преимущество отдавать. Тем более, что поединок судится не по правилам, там, кикбоксинге или К1. А по правилам МММА. Мне надо заметить, Александр прибавляет от боя к бою. Кстати, вспомните о боях статусом Римкевича. Там он намного менее уверенно смотрелся в стойке. Здесь сейчас в стойке, безусловно, смотрятся поинтереснее. Тренировки с братом пошли на поле. Да, и с Магомедом Маликовым вспомните бой. Как бы там что ни говорили, это был нокаут. Вот, в общем, данность. И здесь вообще по-другому все. Он, нельзя сказать, перестал пропускать, пропускать. Но здесь соперник, конечно, стоит с такой именно ударной базой. Но есть что? Есть тейк-даун. Да. Вот и все. Как заряжен Константин обратно на ногу. Присаживается на заднюю ногу. Заряжается. Попускать подхватить и пошел сразу вперед. Разорвать дистанцию, смутить. Многовые как двигаются все-таки. Я смотрю на то, как двигается Магомедов. Магомедов. Очень хорош. Александр наносит удары, при этом сближается. Не дает возможность контратаковать. Все очень грамотно. На контратаку нарвался немножко. Рассечение продолжает кровоточит, но в принципе не мешает бою. Не попадает сейчас глаз, просто по щеке стекает. Попал. Александр попадает. Это джебы. Левые джебы все проходят. Здорово. Да, вот это бой. Саша научился очень здорово. Последнее то, что заметно сейчас по технике. Качать своего соперника. Он как-то всех приучил. На самом деле, дорогие друзья, то, что я иду вперед и не останавливаюсь. А здесь, обратите, как раз. Раздергивает. На вперед-назад. И соперник проваливаться начал. И удар. Раз попал, два попал, три попал. Александр почувствовал, почувствовал момент, что поплыл немножко Константин. И здесь пошел добивание. Константин потерялся немножко, действительно. Это видно. Да, битва двух равных соперников. По печени попал. Да, и он неприятно. Хорошо от печени Александра. А второй еще раз по корпусу. Ну, да, любитель по корпусу работать. Александру нужно этим пользоваться и контратаковать в голову. В этот момент, да. В других вариантов нет. Да, он, конечно, ловить момент правильно. А то можно открыться и получить нокаут в печени. Ох, аккуратней. Вот этот боковой удар скользящий. Клена в голову. Почти попал. Ногами почти не работают уже бойцы, все больше в боксерской манере. Ох, конечно. Куда с такой массыцей. Только ногами махать. Попадает в корпус, Константин. Выцеливает и попадает. Уже, конечно, послабее. У него удар, он подустал. О, приходил за ногу. И здесь снова Александр в своей степи. А Константин, заметно, как-то дает занять позицию сбоку. Слабовато, конечно, у него с партером. Ничего не скажешь. Вон отсюда. Рефери говорит, да, остановлю бой, если будешь мешать. Ну, все правильно. Есть, как бы, этика поединка. Правила едины для всех. Не надо их, да, приделывать и передумывать. Вот сейчас Кимура. Попытка Кимуры будет болевой на локтевой сустав и на плечевой. Выходит. Выходит. Что там за всеми фотографами? Отлично видно. Хорошо. Позиция сбоку, рабочая. Можно и по голове постучать. Сейчас кровь и пот на стороне Константина. Они помогают ему уходить от... Ну, отцу ты никуда не денешься. Нет, я имею в виду болевые. Сейчас на середину задвинут. Попытка Кимуры была и соскользнула рука. Ну, это Александр удивляет. Удивляет очень сильно тем, что действительно работать он очень серьезно начал. Да. Рост очевиден. Сейчас прихватывает. Потому что попытка задушить... Да, через руку. Да, там идет давление на шею. Неприятно такой. Это самбитский прием. Тащит, 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 тащит. Ну, снова Александр пытается. Вот, все. Очень болезненный. Вроде такой... Сложно понять, что происходит. Но там давление на шею очень серьезное идет. Ну, да. Первое болючее, а второе... Испирает дыхание, естественно. Крайне неприятно. Ну, 40 секунд до конца второго раунда. Бой по-прежнему равный, что, конечно, у Александра преимущество в партере. Сейчас будет пробовать через руку дышить, Александр. Сейчас нужно подбить локоть. Попробовать. И продвинуть. Да. И через руку. Кровотечение усилилось у Александра, к сожалению. Заливает соперника. Два. Три. Все попадает, все туда. Ну, у Саши преимущество сейчас. Вполне себе зримое. Пять секунд, но, я думаю, уже, наверное, дотерпит, конечно. Дотерпит до третьего раунда. Полноценные. Тем интереснее. Мы с вами, Григорий, оба оказались неправы. Уже третий раунд будет. Да. Настолько равные соперники оказались. И вроде оба нокаутеры. Но, тем не менее, достойный друг друга, настоящий мужчина. Александр очень сильно удивил. Потому что, честно говоря, если разбирать логику уединка, ему как сам бест, у человека, который однозначно лучше борется. Даже не с точки зрения титулов, а с точки зрения именно умения. Казалось бы, надо бороться. Но тут план на бой был совершенно другой. Во-первых, показать, что я не боюсь твоей ударной техники. А подсаживаться против ударника такого уровня сразу показываю, я не буду с тобой биться в стойке, я с тобой буду бороться. Но это тоже неправильно. Подзаплыл глаз обратите внимание. Конечно, заплыл совсем уже практически. Почти закрылся. У Константина. И рассечение на левой брови. И недобрая улыбка. Перед началом третьей пятиминутки. Я думаю, что если считать по очкам, то Александр выигрывает. Согласен. Сам по себе удар или сам по себе бросок, как это неоднократно уже упоминалось, он ценностей не имеет. Но какая разница, кто кому бросился, с какой амплитудой? Не, ну судья оценивает именно тейкдауны, переводы. Да. Да, только если ты после этого остаешься в доминирующей позиции. А если ты бросил и по человеку улегся, то засчитают как контратаку. И тут твой бросок первичный, когда там было касание лопатками, грубо говоря. Никому не интересен. Ладно. Стаскивать сейчас будет в партер, Александр. Тебе тяжело дышит, на самом деле. Устали оба. Ну, одинаково устали, мне кажется. Кстати, надо заметить, что Александр от функционалки очень прибавил. Щетка худая. Отлично. Снова получили боковые позиции. И здесь уже можно работать. Тянуть ли на удушающие, а зачем? Всеми силами сейчас Константин пытается Александра от себя оторвать каким-то образом. Ну, и тут, я думаю, как раз умений не хватит. Снова сейчас попытка Кимура, видимо, будет. Рычаг локтя. Да, весь ринг уже в крови. Тут не одни постарались уже. Хочу заметить, крови много, но никакой агрессии. Всегда после каждого боя бойцы обнимаются, пожимают друг другу руки. Вот все очень уважительно. Это спорт, дорогие друзья. Это не драка. Это спорт мужественных людей. Я очень надеюсь, что смотря такие поединки, многие ребята в России, не только в России, пойдут в спортзале. По тем временем Кимура выскальзывает рука, но, в принципе, можно. Нет, все-таки очень потно, пота много крови. Да и устали уже. Устали, да. Ну, а куда деваться? Хотя попытка болевого, как она есть, хорошая попытка такая, рабочая. Сейчас второй раз еще будет пробовать. Я думаю, что она пойдет, получится. Константин понимает, чем ему свыть этот прием, но умение, чтобы скинуть самбиста уровня Александра Емельенко, я думаю, что просто не хватит. Федор советует Александру, не отпускай, мучай, мучай. Мучай, все правильно, да. Ну, здесь доминирующая позиция, конечно, будет. Все правильно делали, Александр. Раз-два. Мощнейшие, тяжелейшие удары. Очень внимательно смотрит. На грани отключения находился в какой-то момент Константин, но вытерпел, выстоял, а Александр наоборот сейчас. Санта Ринга переносит схватку рефери. Ох, как устали. Все в крови уже. Да, а с точки зрения функционала это все очень-очень непросто. Наелись есть такой термин как раз. И тот, и другой. Кто ударов. Ох, как заплыл глаз. Глаз закрылся вообще. Да, там щека распухла даже. Серьезно там. Я не обойден внимания, по-моему, до боя уже было у Константина. Там до боя что-то, да. Небольшая гематома была. Сейчас она разросла. А сейчас вот эту гематому Александр продолжает набрасывать, и набрасывать очень здорово. Вставляет ноги Константин, все правильно отталкивает. Пытается в выползе, но Александр тяжелее и опытнее в партере тут, конечно. Один, что-то шанс у Константина, это зафиксировать Александр. Завязать и ждать пока подниму стойку. Сам он не уйдет, я уверен. Сам он не сможет уйти. Усталость, просто недостаток техники все-таки. Полторы. Да, не ожидали. Утяжеленные удары, но просто потрясающе. Мне думалось, что все-таки в первом раунде все закончится нокаутом, стоя из обе стороны. И, тем не менее, такой бой показали. Вообще сегодняшний турнир богат такими поединками. На зубах, что называется. Предыдущих. Хорошо, хорошо. Так, знаете, такие надо смотреть. Такие как раз и надо смотреть и показывать. Характер именно. Характер. Ни одними нокаутами, ни одними болевыми и удушающими живое ММА. Как раз оно живое в том числе и вот такими. Поединками двух очень неуживших соперников, каждый из которых сдаваться не будет. Здесь уже, по-моему, оба глаза заплывают и кровь заливает лицо. И весь ринг. Вы знаете, в лучших пародициях трайда в этом году 2003-2004. И бойцы выглядят соответствующим образом. Уже оба причем. И при всем при этом обратите внимание. Константин, он принял на себя уже очень много. Очень много ударов. Александр, понятно, и сам подустал. Но бой он ведет. Ведет практически в одну калитку. И сейчас... Ну что, сейчас попытаемся задушить... Да нет уже. Душить-то, скорее всего, нечем. Да нет. Ну можно, конечно, рассчитывая на устала соперника. За 20 секунд, когда ты ведешь бой, не смысл этого. Стратить силы. Еще удар прям включается. Слышно. С таким хлопком. Все здорово. Но если сейчас каких-то чудес не произойдет, то... Александр Емельенко единогласным решением. Единогласным решением Александр Емельенко абсолютно уверен здесь медлительный добавить. Время! Время, время, время. Знаете, очень любопытный бой. Очень любопытный поединок. И знаете, Александр-то прибавил. Прямо скажем. Очень достойное завершение сегодняшнего бойцовского вечера. И прибавил очень здорово. Во всех компонентах. И в первую очередь, конечно, чтобы такой бой показывать, надо... Чтобы с тренировочной дисциплиной было все в порядке. Грех проигрывать, когда у тебя в углу стоит Федор Емельяненко. Ну то да. При этом, ну, здесь экстраунда не может быть, а за что отдавать? В принципе, сейчас все неудобно победить. Да нет, ну... Там в первом раунде были... Что-то было. Да. А второй, третий за Александром. Григорий, в первом раунде по-хорошему был размен. Ну да. Вот именно действие, которое оценивается. Чуть-чуть не хватило Константину для уверенной работы чего-то в партере. С другой стороны, против Александра в партере, ну что ты сделаешь? Вот трекратный чемпион мира по самбо. Ну да. Наверное, что-то можно сделать. То, что трекратный чемпион мира по самбо. Этот, да, этот предел нет. Но Саша показал, что он на руках стал работать немножко поверенно. По-прежнему много пропускал, но относительно много. Не было ударов, которые он прямо сбрасывал в этом месте. Тогда соперник против него стоял. Ой-ой-ой. Ждем судейское решение. Хороший бой, красиво. Так нестандартно. До объявления результата уже пошли пожимать руки в углы. Я думаю, здесь все довольно очевидно. Поэтому здесь остается дождаться именно только официоза после ЧВАФ. И чемпионат России, первый в истории по смешанным боям единоборствам. И очередной челленджик. Очередной. Майдин Челлендж будет завершен. Победу одержал спортсмен из России. Александр Емельяненко. С победой, Сашу! Победа! По АйТиву Александру Емельяненко! Наши поздравления, наши аплодисменты всей команде Александра Емельяненко!